Сегодня нам предстоит выяснить, из чего же все-таки на самом деле состоят звезды. Варианты ответов. Из пепла, из водорода и гелия. Патрик Стар единственная настоящая звезда здесь. Это Патрик! Или же все-таки из воды соплей слез, которые всю книгу выливали на читателя. Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс. И как вы уже поняли из названия этого видео, сегодня у нас на обзоре книга Тори и Дрим. Звезды из пепла. И это не первая изданная книга данного автора. До этого были еще Притворись бабочкой и Кёльн. Ярмарка чудес в соавторстве с Лией Стефи. Но сразу предупреждаю, что предыдущие книги автора я лично не читала. Так же, как и книги Лии Стефи. Я знаю о них только по вот таким же книжным обзорам других ребят на ютубе. Но в целом из всего вышесказанного становится понятно, что Тори и Дрим это еще один автор, вышедший прямиком с ватпада. А вот хорошо это или плохо, давайте разбираться. Как и всегда, оценку мы начинаем с внешних характеристик. И тут все более чем хорошо, я бы даже сказала отлично, потому что обложка красивая, красочная и сразу же привлекающая к себе внимание. А это, на мой взгляд, один из чуть ли не самых важных критериев сейчас при выборе большинства книг. Так как, согласитесь, что изначально на покупку нас может сподвигнуть совсем-таки и не внутреннее содержание книги, а ее внешняя оболочка. И книги с красивыми обложками раскупаются гораздо быстрее. Какой бы чушью они на самом деле не оказались. Достаточно детально прорисованные парень и девушка, которые едва касаются друг друга кончиками пальцев, их грустные взгляды и большой город позади, будто пытаются сразу же сказать читателю о всей невозможности, но при этом глубочайшей необходимости этих двоих быть вместе в этом огромном мире. Она у нас вся такая легкая, хрупкая и воздушная, и он весь такой темный и загадочный, вокруг них звезды и пепел, и все это пролетает мимо, все горит, дует ветер, поднимает юбку девушки, и они продолжают стоять и смотреть, и в общем мне нравится. Художнику лайк. Шрифты для названия автора, даже несмотря на то, что они разные, и обычно я такое не одобряю, конкретно здесь вписались вполне себе неплохо. Внутри книги весьма симпатичный форзац, правда определиться с тем, то ли это рассвет, указывающий на счастливый финал истории, то ли это все-таки закат, означающий, что хорошего-то в ней было и маловато, мне до конца не удалось. Разберемся с этим позже. А вот сами страницы, к сожалению, не белые, но плотные, и текст с них, благо, не стирается, поэтому не вижу смысла придираться. Ну и естественно, что от определенного количества опечаток эта книга, как и многие другие выходящие сейчас, абсолютно не застрахована, поэтому, конечно же, они тут присутствуют, это не критично. Ладно, об этом поговорили. А что же у нас по плюсам и минусам, спросите вы? Тут все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Потому что книга в целом вроде бы и неплохая, но вот перечитывать ее я бы лично не стала. Написана она вроде бы тоже так сносно, читаемо, но при этом все равно присутствуют явные сюжетные пробелы. И особенно четко это прослеживается в конце, потому что есть стойкое ощущение, будто автор хотел поскорее завершить данную историю, особо не вдаваясь в подробности разрешения многих ситуаций, которые вообще-то до этого описывал на протяжении всей книги. Да и герои вроде как все довольно-таки разные, что должно быть по сути хорошо, но при всем этом среди них ментально и физически здоровых просто нет. Они все больные. Впрочем, ничего нового. И поэтому ближе к середине истории все вот это вот их нытье, проблемы и слезы, они просто сливаются в один какой-то единый заунывный хор. Читать от этого становится не так уж интересно. И действительно хочется, чтобы это все просто поскорее закончилось. Поэтому все же предлагаю вам для начала обсудить сюжет. А потом уже сделаем какие-либо выводы по книге. Но сперва, как и всегда, аннотация. Они не могли и подумать, что станут спасением друг для друга. Трестен из Северной Атланты, а Бридли из Солнечного Салоу. Она вместе с братом пытается остановить развод родителей, а он узнает, что на самом деле приемный сын. С целью найти родную маму Трестен оказывается на пороге семьи. Бридли. А Бридли с разрушенной мечтой и ночными кошмарами открывает ему дверь в свой дом, похожий на золотую клетку. Между ними рождается необъяснимое влечение, которое может разрушить чужие жизни. И только одна легенда о звездах способна расставить все по местам. Ну, тут, как и всегда, аннотация звучит гораздо более интригующе и интереснее, чем оказывается на самом деле сама книга. Он и она из разных городов, какие-то у них проблемы, семейные тайны, легенды о звездах обещаются. И, возможно, даже намеки на Интест. О, май! Казалось бы, написать как-то нудно и однообразно о таком довольно-таки сложно. Но мы ведь с вами не просто так сейчас обсуждаем эту историю, верно? Итак, с первых же страниц книги читателя разводят на слезки очень плаксивой судьбы одного из главных героев – Трестона. Он раньше занимался боксом и участвовал в боях, чтобы финансово помогать матери в лечении своего тяжелобольного младшего братишки Кайла, который, к сожалению, все же умирает. Но Трестон все равно бросает этот жестокий спорт, так как брат не поддерживал эту затею с боями и постоянно меня отговаривал. Я дал ему слово, что не сломаю ни одного парня ни за какие деньги. Вскоре, после столь печального события, мать стресса, Эмбер, решает, видимо, добить пацана окончательно, потому что сообщает тому, что он приемный. Это только начало. Хотя ладно, на самом деле в тексте есть разумное объяснение такому поступку женщины. Потеря Кайла намного и открыла мне глаза. Никто не вечен. Когда-то уйду и я, а у тебя никого не останется. Поэтому, если ты захочешь найти свою семью сейчас, я не буду против. А парнишка же, учитывая, какую боль только что пережила его семья, понимая, как тяжело принять потерю маленького ребенка и прекрасно зная, что Эмбер вообще-то любила и продолжает любить его как родного, все равно начинает вести себя отстраненно, черство и как будто бы даже безразлично, воздвигая незримую стену между ним и матерью. Или как же ему теперь ее называть? Она осторожно целует в щеку, прижимает к себе, как родного сына. И я злюсь, потому что не родной. Все 19 лет это было неправдой. Эти объятия не к месту. Ну и, конечно же, в мыслях он уже не против отыскать свою родную мать, ведь та написала ему аж целое письмо с раскаянием и великой жаждой узнать своего роднульку-сынульку. Спустя-то триллиард лет, конечно же. Охрененно тупая идея. И она даже указала в этом письме свой адрес проживания в Испании. Потому что, видимо, отыскать своего родного сына самой, прийти к нему и все объяснить, это уже как-то слишком. Пусть как-нибудь там сам пошевелится и найдет ее, да? Как по мне, это очень даже неблагодарно по отношению к матери, которая тебя вообще-то вырастила и воспитала. Но тут еще и вся проблема в том, что неродной батя Трестена, который, конечно же, тоже умер, потому что в этой истории все либо больные, либо умирают, после рождения своего родного сына Кайла стал относиться к главному герою резко на пофиг. И тот в целом это все видел, но просто на тот момент не понимал, почему так происходит. А вот теперь все сошлось, встала на свои места и вот в нем таким образом сыграла обида. Но вопрос, при чем тут Эмбер, ведь она не виновата в том, что ее муж был идиот, остается открытым. Я не понимаю тебя, Веларес, ты так хотел ребенка, ты клялся, что для тебя не будет никакой разницы, но потом... Эмбер, у нас какая-то особенная связь с Кайлом, с Трестеном, ее нет. Офигеть, мужик, ты надежный, как швейцарские часы. Случается дерьмо. Далее нас знакомят с главной героиней, Бридли. Она проживает в Испании, у нее есть парень Амадис. Что за дурацкое имя, с которым они уже встречаются два года. И он, подающий большие надежды, футболист, лучший друг ее брата Абеля. И, в общем, просто идеальный парень, которого боготворят и любят предки девушки. А в особенности батя. Наверное, он просто хотел второго сына. Сама же Брия в прошлом фигуристка, но из-за травмы ноги со спортом ей пришлось завязать и поступить на экономический, как и хотели родители, чтобы в будущем она могла стать управляющей их семейного ресторана. Казалось бы, в жизни девушки не все так печально и плохо, как у Трестона. Но я напомню, в этой книге должны страдать все. Поэтому родители девушки находятся на грани развода, часто ссорятся, мать мечтает смыться как можно скорее в свою родную Америку, а над бюджетом семьи нависает огромный кредит. Будет непросто. И почему-то Бридли с Абелем не находят никакого более разумного и логичного решения, чем подать объявление о поиске официанта за чисто символическую оплату, видимо за еду, с проживанием в их же доме, так как близится курортный сезон и ожидается большой наплыв клиентов в ресторане, а они вот сами не справляются. Но на самом деле, как будто бы автору просто нужно было придумать хоть какую-то причину, чтобы столкнуть двух главных героев, которые находятся довольно-таки далеко друг от друга. Потому что даже Амадис в шоке от столь опрометчивого решения. Ты хочешь сказать, что они готовы принять кого-то, впустить к себе домой, чтобы не платить простым официантам здесь? Да, братан, вот такое вот нелогичное и странное решение. Что поделать? Нам просто нужна новая пара. Ты, прости, надоел. Потому что главная героиня уже и не против какого-то левого симпатичного парнишки в их доме, так как с Амадисом она чувствует себя взаперти, находящейся в его тени, и вообще у них нет будущего. Интересно, радовалась бы она так же сильно, если бы к ним в итоге приехал какой-нибудь 60-летний алкаш с 30-летним стажем, которому негде жить и нужны деньги на бутылку. А тут как раз-таки такое заманчивое предложение. Думаю, нет. Но в этой истории от жестокой реальности разве что тот факт, что все люди так или иначе страдают по жизни и рано или поздно умирают. Мне хочется плакать. В итоге на странное объявление все же откликается двое человек, и наши разумные брат и сестра, вместо того, чтобы тщательно изучить анкеты желающих, внимательно прочитать письма тех, кого они вообще-то собираются пустить в свой собственный дом, решают просто ткнуть в одну из заявок наугад пальцем с закрытыми глазами. Здравый смысл и логика в поведении персонажей на этом моменте буквально вышли в окно, и воскресить их уже не представлялось возможным. Что-то уже запредельно невразумительное. Ну и, конечно же, выбрали они Трестона, ведь тот решает приехать в Испанию на поиски своей родной матери. Бридли рассказывает о скором приезде их нового соседа, сначала своей матери Памелле, которая реагирует довольно-таки спокойно почему-то на данную информацию. Возможно, она обрадовалась, что парень американец, и она тоже с Америки, и типа, затусят, но мам, он слишком молод для тебя, ну ладно. А потом своему парню Амадису, который, конечно же, в гневе, против, и в целом я могу его понять в данной ситуации, что за хрень вы творите, ребята, ну да ладно. И вообще он заявляет о том, что в конце лета хочет поговорить с отцом девушки об их совместном проживании. Правда, поинтересоваться у самой Бридли, хочет она того или нет, он, ну как бы, ну забыл, извините. Времени на раскачку у нас нет, надо действовать. Отцу же семейства, Хуану, о приезде Трестона главная героиня ничего рассказать не успевает, потому что батя в целом абсолютно плевать на свою дочь, и он практически полностью ее игнорирует. И тут мы, как читатели, могли дружно предположить, а может быть Бридли ему и не родная вовсе, но сразу говорю, ничего подобного не будет. Батя просто мудак, и я позже объясню почему. Так вот, по причине того, что отец не умеет слушать свою дочь, о приезде гостя он узнает, когда тот уже стоит на пороге их дома с чемоданами. И вполне логично, что такого подвоха мужчинка не ожидал, поэтому впускать непонятно кого в свой дом он не очень-то и хочет. Но и сам Трестон не способствует разрешению этой неловкой, сложившейся ситуации в какую-то положительную сторону, потому что с первых же секунд ведет себя довольно резко, нагло и без особых на то причин почему-то начинает оскорблять Бридли. А у тебя, я так понимаю, регалий нет? Что ты имеешь в виду? Серая мышка, которая делает все, что ей говорят другие, да? Да как ты смеешь вообще? Ох уж да, та самая немотивированная агрессия двух главных героев. Обожаю. Девочки, балдею. Но если серьезно, после такого любому адекватному и уважающему себя человеку захочется отправить Трестона туда, откуда он только что приехал. Но в этой книге таких людей нет, поэтому нам просто приходится и дальше наблюдать за тем, как главную героиню никто и ни во что не ставит. Ты в жопе с самого рождения! Здесь же читателю вбрасывается информация о том, что Бридли видела такого же необычного янтарного цвета глаза, как у Трестона, только у одной своей знакомой. И в целом тут мы можем с вами расходиться, ребята, потому что, судя по всему, главные герои не родственники, и никакого интереса не будет. Все ясно? Опять облом. Еще одним странным лично для меня фактом является разительное отличие того образа главного героя, который рисует нам автор, когда тот находится один в своих мыслях, с тем, что происходит, когда он начинает открывать свой рот. Потому что чаще всего он начинает нести какую-то гиперсамоуверенную чушь и полный бред. По крайней мере, поначалу. Ты путаешь, мышка. Он опаляет своим дыханием кожу на моей шее. И я не люблю следовать правилам. Воу-воу, полегче. Это что у нас тут, мудак из старшей школы зашел, что ли? На следующее утро Трестена ведут в тот самый семейный ресторан знакомить с работой, где паренек все же, видимо, вспоминает уроки хороших манер и пытается наладить отношения с отцом Бридли. Ну а она сама, вместо того, чтобы поехать в библиотеку для подготовки какого-то важного проекта по учебе, как она говорит своей семье, на самом деле каждое воскресенье посещает медицинский центр Текнен, чтобы посетить там некую Сиеру, которая находится на грани смерти, и Бридли чувствует свою вину за это. А вот это немного драматично. Потому что оказывается, что через некоторое время после получения травмы, из-за которой Бридли пришлось бросить фигурное катание, на нее на улице вечером напал грабитель, который как раз был мужем той самой Сиеры, и таким образом он пытался достать деньги на лечение той от рака. Одним вечером Бри качалась на качелях, когда к ней сзади подкрался мужчина и стал угрожать ножом. Он пытался обокрасть ее. Этот случай был не единственным. Он совершил еще несколько нападений в Саллоу. Однако Бридли досталось больше всех. Он оставил шрам на ее животе, порезал ножом. Родители девушки, конечно же, не захотели оставлять подобный поступок безнаказанным, поэтому засадили мужика за решетку. Его жена Сиера из-за тяжести своего состояния в итоге попала в Текнен, а их маленькая дочь Анна, оставшись без родителей, попала в детский дом. И все это, конечно, печально, досадно, но как будто бы челик получил по заслугам. Типа нельзя сказать, что он не знал, на что шел, и чем это в итоге может закончиться, верно? Очевидно, плохо нападать на людей, тем более детей, пытаться их ограбить, угрожая ножом, а потом плакаться, что ты все это делал из благих целей, согласитесь. Поэтому страдания главной героини по всему этому поводу лично мне не совсем ясны, ведь она совершенно не виновата в том, что Сиере не повезло с мужем и диагнозом. Ах да, точно, в этой книге просто все должны страдать по поводу и без. Извините, забыла. Послушайте, это же бред. Далее нам рассказывают чуть больше об Амадиссе. Его родители находятся в разводе, и после ухода отца из семьи, мать перестала следить за домом, сыном и самой собой. Поэтому совершенно неудивительно, что у парнишки существуют большие проблемы с доверием, ревностью, также обостренное чувство собственничества. И иногда мне кажется, что я одержим тобой. Мне просто хочется больше быть с тобой рядом. Тем более, он меняется в лице. Кое-что недавно произошло. Снова. А еще у него оказывается обсессивно-компульсивное расстройство. По крайней мере, как утверждается в тексте, потому что если все-таки разбирать по симптомам, то под этот диагноз он подходит с очень-очень-очень большой натяжкой. И у него явно не только этот диагноз. Его, значит, периодически дико накрывает, и помочь справиться с этим тяжелым состоянием может лишь Бридли, которая, очевидно, не гуглила вообще диагноз своего парня, иначе поняла бы, что ее, ну, как бы немного дурят. Ну, и тут еще приезд Трестана усугубляет ситуацию, потому что парни при первой же их встрече ссорятся из-за Бридли. Ведь наш главный герой подсознательно уже почему-то хочет защищать ту самую серую мышку. Ведь она такая, не такая, как все. Она такая хрупкая и беззащитная, и бла-бла-бла. В общем, классика. Плюс ко всему, вечером Трестан и Бридли сталкиваются на кухне, у них завязывается разговор, нормальный, без явных оскорблений друг друга, в ходе которого Трестан признается в недавней смерти своего младшего брата, а Бридли говорит о том, что пыталась как-то однажды исправить скверный характер и поведение Амадиса, но попытка не увенчалась успехом. Видите, оказывается, можно узнать друг друга получше в ходе нормального, конструктивного, адекватного диалога, если просто думать сначала, а не выдавать сразу же очередной кринж. За это автору все-таки плюс, потому что в большинстве книг главные герои так и продолжают просто до конца срать друг друга, но при этом из ниоткуда берется великая любовь. Это чудеса. Затем у главной героини происходит наплыв воспоминаний об одном из самых масштабных, крупных приступов Амадиса, когда тот подвозил ее с очередной тренировки. Девушка всего-навсего пыталась пригласить своего парня поехать вместе с ней на чемпионат по фигурному катанию, а этот мудак почему-то отказывался, и поэтому в самый разгар ссоры Бридли сгоряча ляпнула о том, что, наверное, им все-таки нужно расстаться, и благополучно вышла из машины. Амадиса, естественно, в этот момент накрыла злость, гнев, паника, и он на всех парах помчался на своей тачке к концу обрыва. Ой, дурак! Но, конечно же, остановился в самый последний момент, потому что Бридли уже в слезах бежала сзади, и готова была ему все простить и забыть, лишь бы этот псих успокоился. Короче, его диагноз не Окаэр, а... Сказочный долбоеб. Памела, если вы еще помните, это мать главной героини, позже рассказывает Трестину о травме своей дочери и о нападении на нее. Ну и в этот момент мальчик поплыл, мальчик попал, собственно говоря, потому как понял, насколько Бридли хрупкая и сильная одновременно, ведь она пережила столько боли и страданий, и даже не поехала кукухой. Далее происходит семейный ужин, правда, без Хуана и Абеля, зато вместе с Трестином, Памелой, Бридли и Амадисом, которого из всех присутствующих сегодня за этим столом уже никто не может переваривать, отчего тот бесится еще больше, конфликтует вновь с главным героем, а позже и вовсе практически называет свою же девушку шлюхой, так как та слишком любезничает с Трестином. На этом моменте Бридли, наконец, не выдерживает и все-таки предлагает парню взять в их отношениях паузу, тем более, что Амадис собирается поехать на какие-то там футбольные сборы аж на три недели. С катертью дорожка, как говорится, а то я уже думала было открывать форточку, вот настолько он душный. Ночью главной героине вновь снятся кошмары про нападение, и она орет во сне Аки Белласвон после расставания с Эдвардом. На этот визг, конечно же, прибегает Трестин, кто же еще? Родителям ведь плевать на дочь, верно? И он пытается успокоить девушку, а та, в свою очередь, решается таки рассказать ему, наконец, про это нападение и про свое глубокое чувство вины за это. Мне не жаль этого человека, поверь. Он получил по заслугам, но его дочь и жена не причастны к его греху. И сейчас они страдают. Жизнь за жизнь. Жизнь за жизнь. Я осталась жива, а их семья совсем скоро лишится человека. Я отобрала у этой семьи слишком многое, хотя у меня был шанс все сохранить. Ну, как бы... Не знаю. Я уже говорила, что думаю по этому поводу ранее, а вы можете написать свое мнение в комментариях. Как вы думаете, права ли главная героиня в том, что чувствует свою вину за поступок, в котором она, вообще-то, откровенно говоря, не виновата. Вот, честно, лучше бы ее семья взяла кредит не на развитие ресторана, а на хорошего психотерапевта для дочери. Утром Бридли берет Трестина вместе с собой в Текнен, ведь было просто необходимо сделать эту книгу еще более унылой и печальной. Парня все равно в больничку не пускают, ну, а сама главная героиня встречается с Сиерой, которая там уже на последнем издыхании, и ее подругой Мартины, которая тоже при смерти, и которая, естественно, настоящая мэтт Трестина, хотя об этом еще ничего не говорилось, не упоминалось, но это просто пипец как очевидно. Ой, как неожиданно! Ой, как непредсказуемо! И после этого увлекательнейшего и увеселительнейшего похода Бридли решает показать Трестину свое любимое место в Испании. Храм святого семейства или Саграда Фамилия. И тут происходит какой-то дикий фейл, потому что я ни за что не поверю, что девушка, родившаяся в Испании и просто обожающая это место, не знает элементарного факта, который буквально первым всплывает в Википедии. Если не ошибаюсь, 12 из башен должны изображать апостолов, 4 – евангелистов, одна – Деву Марию и последняя посередине – та, что станет самой высокой – символ Христа. Я живу здесь всю жизнь и не слышала об этом. Откуда ты? Просто вспомнил. Угу. Что это было? Прикол или она реально не в теме? До конца не ясно. Момент просто странный. Затем эти двое почти целуются, беседуют по душам, а позже Бридли отводит Трестона по тому адресу, который ему оставила его родная мать. Женщины, естественно, там уже не оказывается, потому что она в Тэкноне. А новая квартиросъемщица дает Трестону номер телефона хозяйки квартиры, так как та может знать, куда же съехала бывшая жительница. Весь этот разговор о поиске своей родной матери ненамеренно подслушивает Бридли, потому что ей именно в этот момент приспичило провожать до квартиры больную старушку, недавно потерявшую своего мужа, потому что в этой истории страдают все, даже мимолетные персонажи с улицы. И потом опять у нас начинается какое-то описание рутины в ресторане ночные ссоры и истерики Бридли и Амадисса по телефону, подкаты Луси, это работница их ресторана семейного, к Трестону, можете ее даже не запоминать, неважный абсолютный персонаж. И вот посреди всей этой скучищи и бытовухи наконец происходит полноценный, настоящий первый поцелуй главных героев, после которого, естественно, девушка винит себя за измену своему великолепному парню Амадису, и она начинает всячески избегать Трестона. Далее в ресторане происходит какой-то очень важный банкет, во время которого вся семья главной героини работает обслуживающим персоналом, но ее батя Хуан при этом всячески пытается все равно втоптать в грязь свою же собственную дочь. Я же говорила, что он просто мудак по природе. Нормальный не пошел бы на такое. Потом Бридли звонит ее братабель со сборов и говорит, что заметил нечто странное в приступах Амадиса. Они почему-то резко прекращаются после того, как тот получает желаемое. А еще он злился и разговаривал сам с собой, что не понимает, зачем все это творит, а потом сам же оправдывался, что это все ради его блага и в особенности ради тебя. Я не знаю, что с ним. Вызовем скорую помощь. По окончании банкета батя рассказывает семейству о том, что на самом деле у него было два кредита, а не один. И он так бесился, потому что все свои силы, деньги и нервы отдавал банку. Но именинником сегодняшнего праздника оказался очень важный бизнесмен, которому в итоге понравилось все мероприятие, и он готов помочь с финансированием. Поэтому теперь... Все будет окей. У меня все на мази. На этой приятной ноте у нашей главной парочки снова происходит страстный засос на кухне, который позже прерывают вернувшиеся с прогулки предки. Потому что у них внезапно все тоже стало вдруг ванильно-клубнично. Буквально за секундочку. Видимо, когда-то прилетали люди в черном и стерли всем память о тех моментах, когда Хуан вел себя безосновательно, как полный козел. Давай-ка забудем об этом. Других объяснений у меня нет. Потом Трестон с Бридли идут навещать ту самую Анну в детском доме, потому что у той день рождения, во время которого ей звонит ее мать Сиера, это очередная сцена, разводящая на слезки. Хотя, если честно, читатели так уже должен менять десятый трехметровый носовой платок, потому что проблесков чего-то радостного, позитивного и светлого в этой истории просто нет. На обратном пути домой главный герой рассказывает Бридли, зачем он на самом деле приехал в Испанию и говорит о том, что его родную мать зовут Марта. Мартина, между прочим, очень близкая к этому имя. Да и глаза у них стресс-то нам похожи. Но пока что сложить два плюс два никто не может, потому что слишком сложно. И тут, конечно же, новоиспеченную парочку нашу, держащуюся за ручки, видит внезапно вернувшийся со сборов Амадис. Ребят, расходимся, семь пиз... Сейчас не повезет. Но перед этим парнишки посвящают аж целую отдельную главу, из которой мы с вами узнаем, что быть неуравновешенными шизиками – это семейное. Так как мать Амадиса, когда тому было еще всего пять лет, удерживала рядом с собой его отца похожим образом, то есть посредством внезапно возникающих приступов. Мальчик за всем этим наблюдал и, видимо, решил перенять похожую модель поведения в отношениях с Бридли в будущем. Потому что хитрая схема матушки работала вообще-то аж целых 10 лет, пока отец не прозрел и не свалил наконец из этого дурдома, когда Амадису стукнуло 15. Более того, этот псих даже отрабатывал визуализацию симптомов этих приступов перед зеркалом. И тогда я понял, что Бри для меня не оставит. Но для того, чтобы она верила мне всегда, я учился доводить себя до такого состояния несколько раз в неделю перед зеркалом в ванной и доучился до красных пятен на шее. Я не оставил ей выбора. Стал идеальной жертвой, которая без чужой заботы не сможет выжить в этом мире. Окей, то, что у парня есть определенный психиатрический диагноз, это понятно, это 100%. Но это явно не ОКР. По крайней мере, не только оно. Зачем его только из больницы выпустили? В общем, между парнями и Бридли начинается ссора, в ходе которой становится абсолютно очевидно, что Амади свои приступы симулирует. Отчего тот начинает беситься еще больше, ударяет Бридли в плечо, Трестону тоже прилетает в глаз, и всю эту великолепную картину застает Хуан. Ну и будущей звезде футбола в данном случае не остается ничего более, как быстренько бежать со стыдом и позором куда подальше. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Затем Бридли рассказывает обо всех выкрутасах своего уже теперь бывшего парня-отцу, а тот такой «Ой, а выходит, я в нем ошибался?» Упси, сори. Батя Года, я считаю. Наутро Бридли без предупреждения куда-то исчезает, все в панике, отправляются на ее поиски и находят, конечно же, в Текноне, где та слушает офигительные, охренительные легенды Мартины о звездах. Прикольно, да, что та самая загадочная легенда о звездах из аннотации появляется буквально на последних нескольких страницах книги. Да и на самом деле легенда вообще неинтересная и абсолютно-таки банальная, рассказывающая о жизни женщины, то есть самой этой Мартины, только просто завуалировала она это все под звезды в небе, которая в молодости встретила парня, залетела от него, но вот досада, ни он, ни его родители ребенка не желали и требовали аборта. Мартина все же этого не сделала, за два месяца до родов попала в больницу и там познакомилась с Эмбар, которая уже долгое время не могла забеременеть. Ну и конечно же, наша звезда всех звезд и лучшая мать во вселенной принимает самое гениальное и простое для своей будущей жизни решение отдать ребенка этой бедной женщине, ведь она так в нем нуждается и так жалостно выглядит. То есть она буквально рассказала сюжет какого-то русского сериала по телеканалу Домашний. Да я люблю тебя! Честно, я ожидала большего. Затем Мартина показывает Бридли подвеску в виде половинки монетки со звездочкой и тут-то все и сходится, ведь у Трестена есть точно такая же подвеска, которую ему прислала его родная мать в том самом письме. Серьезно? То есть генетическое сходство этих двоих и зазвучное имя женщины тебя ни о чем не заставляли задуматься? А какая-то подвеска с Алиэкспресс, которая возможно есть у миллионов людей, вдруг все решила? Опять что-то невразумительное. Короче, Бри со всех ног бежит за Трестеном, приводит его к Мартине, где тот узнает правду. Привет, сын, я Марта, твоя родная мама, женщина, которой пришлось оставить тебя в роддоме еще младенцем. Пришлось ей. Так и скажи, что ты просто отдала ребенка тем людям, которые знают, что с ним делать и могут обеспечить его всем необходимым. Запах правды. Бридли же тем временем беседует со своей матерью и та выдает просто гениальнейшее объяснение, почему они с отцом всегда гнобили ее за фигурное катание и настаивали на учебе в универе. Понимаешь, футбол и Испания слова-синонимы, лучшие секции, футбольные поля, тренеры высшего уровня, а Испания фигурное катание. Мы же обе понимаем, что здесь слабая подготовка. Мы с отцом видели, как твои глаза горят на катке, поэтому и дали возможность попробовать. Но, Бридли, вспомнив все эти бесконечные травмы и синяки, ты возвращалась со слезами на глазах, а шансы выйти на профессиональный уровень равнялись нулю. Да что ты, черт побери, такое несешь? То есть, по ее мнению, в Испании вообще не проводятся чемпионаты по фигурному катанию, они не участвуют ни в каких соревнованиях и занимаются вообще где-то в подвале? Не, я понимаю, конечно, что Испания не самая сильная страна в этом виде спорта, но это абсолютно не повод говорить маленькому ребенку вот такие вот слова, чтобы его переубедить. Твое фигурное катание – это ерунда. Ты не сможешь попасть в сборную. Возвращайся к учебе. Мы не поддерживаем твое занятие. Смысл есть только, когда ты делаешь успехи, как кабель. Как родители, они могли бы как-то и помягче донести до маленького, неокрепшего психические организма свои мысли, не нанося ему при этом лишних травм. Но почему-то идеальными родителями Памела и Хуан становятся только к концу книги, потому что батя даже не против, чтобы дочь бросила ненавистную ей учебу, на которую он же сам ее и отправил. Тогда зачем всю книгу до этого из него делали какого-то бесчувственного монстра, который любил только своего сына и Амадиса? Можете мне сказать? А вот на эту тему комментариев я никому не даю. Типа кредит выплатился и все? Все счастливы? А память обновилась как у рыб? Еще одна магическая трансформация произошла и с самим Абелем, братом главной героини который вернулся со сборов раньше времени, чтобы навалять своему лучшему другу Амадису за сестру, разорвать с ним все отношения и, видимо, по мановению волшебной палочки стать более ответственным и самостоятельным. Хотя всю историю до этого его описывали как человека несерьезного, неразумного и очень зависимого в принятии важных жизненных решений других людей. Трестен по возвращению из хосписа звонит Эмбер рассказывает ей обо всем случившемся решает остаться в Испании до осени и внезапно осознает невероятное Чувак, мы сделали этот вывод буквально на третьей странице книги Ты чем вообще думал до этого? Ну и напоследок читателю наконец-таки дают всего лишь один радостный светлый и милый момент свидания между Трестеном и Бридли на катке Но даже тут в конце всю эту атмосферу прекрасную великолепную убивают телефонным звонком в котором Бридли сообщают о том что Сиера умерла А Трестен позже возвращается в Америку Вот правда большую часть книги просто размазывали густые сопли по страницам а в конце все вот так вот скомкали и сказали что вот у этих все хорошо а вот эти вот померли Но есть еще и чудесный эпилог Там мы с вами узнаем что Бридли все же заинтересовал семейный ресторанный бизнес Походу девчонка и правда из себя толком ничего не представляла потому что бросив учебу она так и не придумала чем же ей заняться и согласилась с родителями Ее родители кстати Хуан и Памела внезапно решают удочерить Анну надеюсь вы еще помните что это дочь того чела который напал на Бридли и отошедший на тот свет Сиеры Зачем им это нужно и почему они так решили совершенно неважно автору просто нужен был притянутый за уши хэппи-энд А Трестен возвращается в Испанию в канун Рождества вместе с Эмбер и ее новым бойфрендом внезапно сообщает Бридли о том что в марте они едут на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольм и в общем все счастливы ах да а Мартина вроде как померла но это не точно конец и если честно у меня очень смешанные чувства после прочтения сия выходца с ватпада то есть я понимаю что это такой жанр книги где все печально все страдают плачут у всех какие-то остросоциальные ментальные проблемы но как будто бы перебор и как будто бы слишком затянуто всю эту историю можно было сжать раза в два и возможно тогда она бы заиграла по-новому и читалась бы гораздо более динамичнее интереснее и активней ну или по крайней мере можно было бы как-то всю эту драму мелодраму хотя бы периодически разбавлять чем-то нейтральным я уж не говорю про что-то веселое потому что ну вот очень тяжело читать книгу на каждой странице которой тебя буквально погружают в какой-то дикий депрессняк с моральной точки зрения потому как сам текст читается очень быстро это плюс я эту историю осилила буквально за три вечера можно и быстрее если вы располагаете временем поймите правильно я не говорю что книга плохая она среднестатистическая скажем так потому что какой-то супер оригинальной задумки в ней все же нет но лично мне она не слишком зашла местами в ней вот чего-то не хватало особенно в концовке я еще раз говорю потому что есть ощущение что ее писали в дикой спешке забив на все то что происходило до этого и никак не объясняя как разрешились многие ситуации например про Амадиса вообще ничего не сказали то есть он просто после той ссоры с Трестоном и Бридли исчез и его вот эти вот навязчивые приступы одержимость Бридли они тоже типа исчезли пропали он никак не пытался ее снова добиться это странно то есть он реально больной человек и без какой-то посторонней помощи он не мог решить свои проблемы вот так вот на раз-два просто сбежав и внезапно осознав что он поступал неправильно про него вообще ничего не сказали хотя он практически был одним из главных героев книги ему в тексте уделено ну процентов 60 возможно он вскрылся возможно он в дурке а возможно он все-таки смог решить свои вот эти вот ментальные проблемы и психологические и стал таки звездой футбола мы этого не узнали и уже никогда не узнаем видимо зато нытья страданий слез и умирающих от рака людей в книге хоть отбавляй и я не уверена что это плюс я разочарован а вы что думаете делитесь своими впечатлениями от этого видео в комментариях как вам книга а может быть вы ее уже читали и мне тогда будет очень интересно узнать лично ваше мнение на этот счет также конечно же не забывайте поддерживать это и другие мои видео лайками и если вы все еще не подписаны на мой канал и вас заинтересовал мой контент то обязательно подписывайтесь также в описании под этим видео есть ссылки на другие мои соцсети я тоже вас там рада буду всегда видеть обязательно подписывайтесь на телеграм но у меня на сегодня все я вам всем желаю только самых ярких радостных и позитивных моментов и пусть вся печаль тревога и разочарование будут лишь на страницах данных книг а не в реальной жизни всем пока-пока субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»